привет девчонки мне был задан вопрос как я ухаживаю за локтями не секрет что после 50 после 60 особенно кожа на локтях может быть сухой безжизненный также она может менять цвет на темный в общем если у меня есть какой-то уход меня попросили поделиться с удовольствием расскажу что применяю я может быть вы дополните еще что-то может быть я что-то не знаю и не таким образом мы с вами будем общаться в комментариях и делиться чем-то хорошим у меня локти не меняют цвет они не сухие гладкие значит что я делаю помните я вам показывала сахарный скраб с различными маслами которые отлично подходят для кожи лица так вот для кожи локтей тоже он очень подходит но так как на локтях кожа очень тоненькая такая какая-то нежная чувствительная я советую не применять этот скраб вот именно так как мы его приготовили например в ладошку набираете немного скраба и несколько капель воды таким образом сахар начинает немножко подтаивать и образуется такая интересная кашица как будто она немножко даже пенистая и вместе с этими маслами со всеми которые мы с вами добавляли помните просто вот так вот наносишь сюда и вот так массируешь массируешь и как бы скрабируешь и вот эти сухости сухие вот эти чешуйки они отходят и кожа становится ну просто как бархатная мягенькая мягенькая гладенькая гладенькая вот после этого конечно надо смыть тепленькой водичкой и потом можно нанести любой крем который у вас есть который вы любите вот это простой такой уход если у кого-то изменяется цвет на локтях но некрасивый какой-нибудь темный становится можно только и лимона но этот сок лимона мякоть да а еще когда вы приближаетесь вот к этой цедре и там такое беленькая такая субстанция мягенькая вот ею тоже очень хорошо прямо протереть вот это место так хорошенько мягко конечно протереть протереть натереть и это слегка отбеливает также огурец кстати только огурца тоже отбеливает кожу немножко и различные масла которые вам нравятся которые подходят вот у меня примерно такой уход ничего кажется особенного нет но если про локтях не забывайте что они будут всегда в хорошем состоянии много времени это не занимает а также хочу посоветовать если вдруг вы делаете какие-нибудь масочки например для лица не забывайте их наносить и на локти тоже это вам не мешает но в то же время вы будете ухаживать за локтями вот такие совершенно простые советы я думаю что помогут вам исправить ситуацию с локтями вот потому что мне написала именно этот вопрос женщина у которой она написала что локти сухие и темные у нее стали не знаю правда почему с чем это связано может быть вы напишите в комментариях если есть какие-то вопросы еще задавайте с удовольствием поделюсь отвечу и также приглашаю всех делиться комментариях своим собственным опытом может быть кому-то еще что-то пригодится а также я тоже от вас девчонки беру какие-то советы и то что мне подходит тоже стараюсь применять а ссылочку на этот скрабик который вам показывала я оставлю под этим видео а также в закрепленном комментарии повторю если кому эти кристаллы сахара кажутся грубенькими немного грубоватыми буквально капельку воды и сразу же вы увидите насколько нежная и приятная будет это скрабирующая субстанция думаю что вам понравится пока все